Девочки, здравствуйте! Здравствуйте, гости моего канала! Я вам сегодня хочу показать, как я делаю свой ночной крем. Постоянно, раз в месяц, пользуюсь кремом, который делаю сама, собственного происхождения. Конечно, не секрет, этот крем я сама не придумала, этот крем я нашла, рецепт крема на просторах интернета. Поэтому, с чего я начинаю? Я беру таблетку, одну таблетку ассиосилициловой кислоты. Видите, я ее там растолкла хорошенечко. Затем вы можете взять 0,5 чайной ложки минеральной воды. У меня термальная вода, поэтому я беру и эту ассиосилициловую кислоту разбавляю. Чуть-чуть брызгаю и хорошенько-хорошенько размешиваю. Хорошо, чтобы у нас вот эта таблеточка, которую мы растолкли, хорошо тщательно здесь растворилась. Растворяется она очень быстро и легко. Что дает нам ассиосилициловая кислота? Прежде всего, она отшелушивает ороговевший слой нашей кожи. За лето наша кожа под воздействием солнечных лучей пострадала. У многих появились пигментные пятна. Поэтому ассиосилициловая кислота, это идет как антиоксидант. Она уберет всю вашу пигментацию. Видите, я хорошенько ее разбавила. Мы сначала делаем водную базу. Затем я сюда добавляю свой уходовый крем. Я взяла крем Ренаваш от Фаберлик. Но он у меня дневной. Я уже говорила вам, что у меня это дневной крем, ночного нет. Вы, девочки, можете взять любой свой ухаживающий крем. Мы свой крем, еще раз повторяю, будем обогащать очень ценными, полезными компонентами. Я беру, но предостаточно мне вот такой чайной ложечки, даже две чайной ложки. Потому что крем я буду делать и на зону шеи, и на зону декольте, и даже на руки. Я этот крем применяю. Мне, девчонки, он очень нравится. Я один раз попробовала, и теперь мне этот состав постоянно-постоянно делаю. То есть я как делаю? Одну неделю я использую своим ухаживающим кремом, а вторую неделю я уже использую какой-то покупной магазинный крем. Вот так я постоянно чередую. Хорошо размешиваем, чтобы у нас растворилась наша ассоциолициловая кислота. Хорошо-хорошо размешиваем, чтобы у нас хорошо она растворилась. Дальше мы сюда добавляем... Это у меня гиалуроновая кислота. Девочки, я ее выписывала на Алиэкспресс. Посмотрите, вот такая у меня коробочка. Я вам уже, наверное, не первый раз показывала. Еще раз покажу, если кто не видел, кто у меня впервые на моем канале. Здесь идут... Вот видите, я уже сколько много использовала. У меня здесь осталось буквально три ампулы. Поэтому вот такая ампула гиалуроновой кислоты я беру и половину ампулки на глаз добавляю. Плохо идет, но ничего страшного. Если кому интересно, я могу дать ссылочку на эту гиалуроновую кислоту. Еще раз хорошо тщательно все размешиваем. После каждого компонента нужно очень тщательно, хорошо все-все размешиваем. Дальше я для связки этого состава, я сюда еще добавлю глицерин. Глицерин продается в любой аптеке. В этом случае ничего страшного нет. Глицерин добавляю буквально пять капель. Все делаю на глаз. Добавила глицерин. Тоже все хорошо размешала. Затем у меня есть витамин Е. Я выписывала с сайта iHerb. Но если у вас нет такой возможности, вы можете купить в любой аптеке вот такой витамин А и Е. Это здесь уже он в комплексе содержится. И витамин А, и витамин Е. Но если вы будете добавлять вот этот витамин А и Е, здесь нужно пять капсулок. Именно вот такого витамина А и Е. Я взяла... У меня вот такие капсулы. Поэтому я беру и сюда выдавливаю этот витамин Е. Так, возьму еще одну капсулу. Вот у меня вот такие капсулки. Буквально разрезаю. Такие капсулы буквально вот так ножницами разрезаю. И добавляю сюда витамина Е. Еще раз хорошо, тщательно размешиваем витамин Е. Дальше я добавляю витамин А, ретинол, ацетат. Тоже продается у нас в аптеке. Ничего сложного. Здесь не добавляю 10 капель витамина А. Хорошо его размешиваю. Тщательно размешиваем. Затем у меня есть вот такое очень хорошее, чудесное масло. Масло шиповника. Я его брала на сайте iHerb. Девочки, но если у вас нет такого масла, масло шиповника продается в любой аптеке. Но я это масло выписывала на сайте iHerb. Тоже 5 капель сюда добавляю. Этого масла. Это очень полезное масло по своему составу. Идет как омолаживающее. Здесь тоже содержится и витамин А. Но, тем не менее, я хочу обогатеть свой крем. Дальше я беру сыворотку. Сыворотка это у меня корейского вот такого производителя. Вы можете взять любую сыворотку. В сыворотках сейчас продается огромное количество сыворотки. На глаз. Вот таких два движения делаю. Буквально маленечко сыворотки. Можете брать сыворотку даже ту, которая продается в фикс прайсе. Она тоже неплохая, с хорошим составом. Но я в своем креме беру корейскую сыворотку. Дальше я сюда добавляю алоэ вера. Вот такой у меня есть. Тоже все на глаз. Ну, здесь, наверное, чайную ложечку нужно алоэ вера добавить. Это у нас идет как увлажнитель. Алоэ вера. И у меня есть масло грецкого ореха. Покупала в любом магазине. По-моему, даже в пятерочке продается. Тоже пять капель масла грецкого ореха. И вот такое масло облепиховое. Не бойтесь, что ваша кожа будет такого оранжевого цвета. Я добавляю буквально три капельки этого масла. Это очень хорошее, полезное масло. Все хорошо, тщательно размешиваю. И напоследок для консервации и для обогащения всего нашего состава, нашего крема, я добавляю масло чайного дерева. Буквально три капли. И у меня есть масло розмарина. Масло розмарина тоже идет как антиоксидант. Тоже три капли масла розмарина. Так. И все. Хорошо, тщательно это все размешиваю. И у меня получается крем с шикарным, богатым составом, который мою кожу подтягивает, омолаживает, увлажняет и приносит только положительные эмоции и положительный эффект. Девочки, попробуйте этот крем. Это действительно классный, чудесный крем. Поэтому я вам очень-очень рекомендую попробовать этот крем с уникальным составом. С омолаживающим, уникальным составом. Он мою кожу подтягивает, омолаживает, увлажняет, питает. Поэтому этот крем мне очень нравится. И еще я этот крем наношу не только на лицо. Я его наношу еще и под глазки. Поэтому этот крем у меня чудесно работает и как для лица, и как для глаз. Спасибо вам за внимание, кто посмотрел мой рецепт.